друзья вас приветствую на канале веселый инженер меня зовут андрей и в сегодняшнем выпуске мы с вами разберемся с таким вопросом как запрессовать манжету да то есть как ее запрессовать какие должны быть приспособления какие есть хитрости чего делать не нужно и вообще разберемся как это делается почему решил записать именно такое видео потому что достаточно часто стали спрашивать про этот вопрос и я думаю запишу лучше одно видео чтобы потом уже было всем проще смотрите вот такой вот чертежик да это классическая крышка такая крышка используется в редукторах она может использоваться в любом механизме чтобы вы понимали то есть что это за крышка ну вот здесь у вас примеру есть какая-то картерная деталь на вот у вас запрессован подшипник и какой-то проходит вал который на прессован через подшипник здесь он выходит здесь какой-то допустим фланец и это все вращается то есть крепится на болты крышка и тем самым а здесь вот какую-то плещется маслица да она смазывает подшипник но при этом его выход сюда и также попадание отсюда каких-либо посторонних элементов исключается исключается за счет чего за счет использования вот этой вот великолепной манжеты как же ее запрессовывать в эту крышку естественно это делается отдельно то есть крышка сначала снимается и вот давайте интересно здесь этот узел уплотнения есть определенные технические требования почитаем что здесь заложил сам конструктор сборка ручная сварка ручная другого это нам не надо контроль качества сварочных не надо сварка покрытие внутренних поверхностей производить соответствии с технологической рекомендации номер такой-то грунтовка эмаль покрытие наружных несопрягаемых поверхностей производить соответствии с таким-то грунтовкой эмали 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 сопрягаемой поверхности детали позиции 1 и 6 смазать рабочим маслом вот это нам необходимо смотрите не обращайте внимание кстати на голос немножко простыл но это не мешает мне работы для вас так что это в принципе 1 до подготовительный этап что делается первую очередь вы берете крышку естественно манжета у вас еще пока нет и вот эту поверхность смазывайте маслом по цвету и тут она и мне принципиально но славная вот эту поверхность вы смазываете маслом для чего это делается естественно у вас есть достаточно точная обработка допустим несколько соточек у вас есть допуск на это отверстие плюс шероховатость это 125 а может быть вообще 063 до скорее всего 063 то есть очень хорошая шероховатость но все равно так как происходит в процессе запрессовки вашей манжеты определенное трение между поверхностями то есть может быть так называемое заминание небольшой манжеты да она может где-то зацепиться за какой-то кусочек металла и произойдет заминание в процессе запрессовки поэтому лучше смазать эти поверхности чтобы создать определенную масляную пленку и обеспечить оптимальное скольжение все когда вы смазали обычно смазывают эту поверхности бывает и немножко манжету смазывают по наружной поверхности но это уже на ваш выбор что дальше необходимо сделать дальше вам необходимо естественно взять данную крышку и установить на какое-то приспособление приспособление достаточно нехитрое оно должно быть главное чтобы здесь была ровная опора так ну и фиксировать крышку конечно не обязательно лучше конечно если она будет куда-то входить до в какую-то вот такую часть ну чтобы она не ерзала процессе процессе запрессовки но опять же самое важное это вот это вот ровная плоскость поставили вы крышку и дальше если это какое-то серийное производство то естественно применяется какой-то пресс вся суть в том что пресс имеет самого сама его подвижная часть имеет вот такую форму он уже ориентирован на вашу манжету его в основном это такая вот как грибок что здесь в этом важно важно чтобы он давил как можно ближе чтобы вот этот грибок находился как можно ближе к краю манжеты то есть чтобы он давил не в центр манжеты а вот как можно ближе к сопрягаемой детали ну и соответственно по всей плоскости на которую можно надавить он далее будет оказывать определенное давление для чего это надо потому что если он будет давить допустим здесь то он может просто деформировать вот этого часть и не до запрессовать или уже по когда будет идти на упор да когда манжета дойдет до плоскости опорной своей то есть может быть вот это заминание деформация и соответственно потом с этой стороны у вас будут какие-то те еще да они будут незначительные небольшие но они могут быть поэтому ну и давайте так вот объясню вот пример у вас идет манжета до ваша манжета и вот у вас должна быть вот такой а может быть и на все уже длину то есть главное чтобы он здесь по самому краю работал так что еще есть у вас пресс то это понятно если у вас обычный пресс и нету возможности какой-то специальный преснуть это гаражное какое-то производство то естественно вы должны сделать какую-то оправку оправка это может быть какая-то тоже виде обычного грибка грибочек и только здесь она завершается и сюда уже вы оказываете давление если поставили оправку даванули прессом достали и принципе ваша манжета вполне нормально запрессовалась принципе самое важное что необходимо вам знать что если у вас устанавливается одна манжета то схему запрессовки я вам в принципе указал уже если запрессовывается две манжеты ни в коем случае не делайте это сразу то есть не ставьте две манжеты и не давите сверху прессом этом не совсем правильная схема установки и может привести к нежелательным последствиям это может быть испорченные манжеты либо запрессована неправильно и соответственно конечно будут определенные утечки то есть манжета не будет выполнять свои функциональные предназначения чтобы не происходило опять же никаких перекосов а в процессе монтажа мы уже с вами обговорили смазывается маслом либо литолом ну я вам скажу так что вообще из из практики криво запрессовать манжету ну практически нереально то есть это обычно происходит что запрессовка уже производится до упора и чтобы ее вот так вот перекосила как показывают на некоторых чертежах но это практически никогда не происходит только если манжета какая-то бракованная или же есть вариант допустим что у вас не выдержан вот этот диаметр он к примеру меньше чем надо да то есть он тугой либо он имеет эллипсность ну допустим вот у вас это идеальный диаметр а ваш диаметр допустим это очень грубо но так он бывает либо имеется эллипсность также могут быть проблемы с запрессовкой если вот этот вот турец да если вот этот вот турец у вас не имеет хорошую перпендикулярность с вашим внутренним диаметром то есть здесь должна быть перпендикулярность то есть он должно обрабатываться за одну установку еще желательно здесь иметь минимальный радиус вот здесь минимальный радиус то есть если вот у вас идет ваша поверхность да и вы представляете вы прессуете манжету вот она заходит она конечно за счет еще своего радиуса должна стать максимально перекрыть эти все поверхности но если у вас здесь имеется радиус такое бывает но она естественно садится не до конца она садится вот у вас радиус она садится вот этот радиус и соответственно происходит вот те самые так называемые перекосы которые впоследствии мешают работать вашему механизму вернее не мешают работать а происходит утечки и требуется постоянная замена данных манжет вот принципе такие рекомендации если остались еще вопросы то пишите в комментариях постараюсь на все ответить всем добра пока пока пока